Всем привет! Перед нами ноутбук Katana GF76. Сейчас будем его обслуживать, то есть покажу процесс разбора, чистки, замены термопасты. На заднем фоне ролика будет немного шумновато, так как нахожусь в гостях у геймеров, но это в целом не помешает показать вам обслуживание этой модели ноутбука. Ноутбук игровой, достаточно неплохой, и поэтому было бы неприятно, если бы он у вас начал перегреваться. А процесс обслуживания в принципе несложный. Итак, с целовой стороны ноутбука откручиваем все винты по периметру. Их здесь в общей сложности получится 13. Я уже выкрутил 13 штук. Плюс один по центру. Я просто отщелкиваю нижнюю крышку, корпус. Это делается несложно. Массивная алюминиевая штука, наверное, как дополнительный радиатор охлаждения, батареи. Далее нас интересует сама система охлаждения, которая состоит из двух вентиляторов и трубок охлаждения. Так, ну, перед всеми этими манипуляциями, перед чисткой, необходимо отщелкнуть аккумулятор. Итак, значит, чтобы снять всю систему охлаждения, откручиваем на вентиляторах. Раз, два, три винта. Здесь раз, два, три, четыре винта. Здесь у нас получается на чипах раз, два, три, четыре на процессоре, на видеокарте три. Или наоборот, не знаю, что там, под чем. В общем, столько вот винтов. Все откручиваем и снимаем систему охлаждения аккуратно вверх, чтобы не сколоть чипы. Очень аккуратно. Кстати, очень интересно, здесь закрыта оперативка, чтобы, наверное, ничего не замкнуло. Кстати, не забываем отключить питание вентиляторов с этой стороны и с этой. Ну, теперь вытираем термопасту, как на чипах, так и на радиаторах. Наносим новую, аккуратненько, чем-нибудь, не пальцем. Также чистим вентиляторы. Чтобы почистить их. И на этом тоже три. После нанесения термопасты и установки радиаторов нам необходимо правильно закрепить винты. Здесь, в принципе, нумерация закрепления винтов есть, начиная с вентиляторов и заканчивая радиаторами. То есть по очереди покручиваем, но не до конца, а потом закручиваем в такой же очередности, чтобы не сколоть углы наших чипов. Итак, в конце, значит, мы прикрутили вентиляторы. Здесь нумерация, как я говорил, есть. Но нам главное нумерация здесь. То есть подкручиваем их по очереди, не до конца. И так по очереди докручиваем, пока полностью не закрутим. 7, 8, 9. Значит, сначала чуть-чуть подкручиваем 7, потом чуть-чуть 8, потом 9. И так по кругу, пока не закрутим полностью. То есть равномерно придавливаем поверхность радиатора к чипу 10, 11, 12, 13 по диагонали. И перед закрытием крышки не забываем на место все заткнуть штекеры. То есть от вентиляторов 2 и 1 от батареи. Вот такая вот банальная инструкция, но я думаю, что многим будет полезно. Так, проверяем работоспособность. Это желательно сделать до закручивания крышки, чтобы понять, все ли в порядке, все ли вы на место поставили. Ну и на этом все. Продолжение следует... Продолжение следует...